МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы являемся свидетелями достижений человечества в области возобновляемой энергетики и передовых технологий, предназначенных для развития зелёной экономики. Экспо. День 41. 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 Так гласит лозунг павильона Анголы на Экспо. Уже сейчас они пользуются природными возможностями рек и активно развивают гидроэнергетику. Её потенциал оценивается в 18 гигаватт электричества. Надо сказать, что 70% всей потребляемой энергии добывается именно в этом секторе. Если посмотреть на атлас водных ресурсов, на территории этой страны находятся более 13 крупных рек. Экспо. День 41. Экспо. День 41. Интересно, что для развития сектора биомассы они используют сахарные тростники. Впрочем, обо всём это можно узнать на интерактивных стендах. Ну и обязательно обратите внимание на символ Анголы, который они выбрали для Экспо. Посмотрев на наш символ, вы можете увидеть много образов. Это похоже на человека, который идёт. Это энергия человека, но не только. Это энергия, которую также мы можем создавать сами. Если дадите волю фантазии, голова человека может показаться вам и солнцем, а руки и ноги – ветряной мельницей. Астана Экспо. Александр расширяет свой кругозор по теме энергоэффективности городов будущего. Французский гость согласен с тематикой выставки. Человечеству важно переходить к эффективному использованию природных ресурсов. Я искал возможность быть вовлечённым в сферу энергетики и своего хобби. Мой приезд из сферы деятельности на Астана Экспо стало отличительной возможностью. Сейчас в вашей стране находятся специалисты и компании из разных стран мира, которых объединяет одна цель – это развитие и сохранность энергетической трансмиссии. Я рад присутствовать здесь и иметь возможность открыть для себя много полезного. Своим главным увлечением наш гость называет фотографирование архитектуры, любовь путешествовать, познание истории, культуры и быта народов – сподвижники такого интереса. Делая портреты городов самыми необычными объектами, он старается делиться с близкими людьми. Он считает, что в Казахстане есть прекрасная природа и архитектурные сооружения, которые он хотел бы изучить за время пребывания на Экспо. Возможно, открытки с изображением Астаны наш гость будет дарить в далеких странах, делясь своими теплыми воспоминаниями. Весело и творчески рассказать о своем регионе приехали музыканты из немецкой Баварии. Медные духовые инструменты зазвучали в прекрасных мелодиях. По чутким руководствам дирижера сменяются традиционные, классические и современные произведения. Национальная одежда и мастерство местных талантов – все это демонстрация культурного наследия страны. Из 150 тысяч талантов региона Баварии на международную выставку в Астане были отобраны всего 13 человек. Это группа людей разных возрастов и профессий, которых объединяет любовь к музыке. И, кстати, представлять свою страну на всемирной выставке группа удостаивается уже во второй раз. Впервые они выступали на площадке Экспо в Милане 2015 года. Мы думаем, музыка заряжает позитивной энергией своих слушателей и особенно исполнителей. Наше творчество помогает нам находить друзей в разных странах. Нам очень нравятся жители Казахстана. Они приветливы и гостеприимны. Редактор субтитров А.Семкин